Магнитогорский металлургический комбинат Да, друзья, сегодня у нас во многом непростая и возможно даже тяжелая для многих тема. Сегодня мы говорим о живодерстве. Вот именно в такой формулировке. У всех на слуху недавняя история о двух студентках из Хабаровска. 17-летние девушки забирали животных, кошек, собак, птиц по объявлениям «отдам в хорошие руки» и издевались над ними. Возможно, никогда никто об этом и не узнал бы, но администратор одного из популярных интернет-сайтов выложил в открытый доступ личную переписку двух пользователей. Вот она. Акты издевательств над животными зафиксированы на видео и фото. Судя по ним, над бездомными животными издевались с какой-то дикой, нечеловеческой жестокостью. Показывать материалы в эфире без цензуры по этическим соображениям нельзя. Девушки позировали на фоне задушенных, изуродованных, распятых тел кошек и собак. Студентки зверски убили более 15 животных, топили, стреляли в них из пневматики, расчленяли. Эта история прогремела на всю Россию. Ее показали по всем каналам, а по стране прокатилась волна протестов. Люди настаивают на более жестком наказании для подростков. Пока ожидается вердикт суда, зоозащитники собирают подписи под петицией президенту Владимиру Путину об ужесточении закона о жестоком обращении с животными. Такими словами начинается петиция. Из года в год мы постоянно наблюдаем вопиющие случаи жестокого обращения с животными в России. Садисты и живодеры используют различные жуткие методы, сбрасывают с большой высоты, травят ядом, душат проволокой, просто убивают забавой ради, выкладывая все это в сеть. Часто преступления происходят в присутствии детей, и эти случаи только учащаются. Если сегодня тот или иной живодер избежит справедливого наказания, завтра он сможет испробовать свои изощренные методы на людях. Да, такова петиция. И, друзья, мы эту петицию подписали. За пять месяцев ее существования подписи поставили более 312 тысяч человек. Чтобы она имела хоть какую-то силу, нужно 500 тысяч. Сегодня мы приглашаем вас к обсуждению нашей темы, к обсуждению темы жестокого обращения с животными. Телефон прямого эфира 24 55 11. Нужно ли ужесточить наказание за живодерство? Это наш вопрос. Звоните. Вот такую малышку нашла в сугробе. Замерзшу, холодную, вся в сосульках была, в ледышках. Душащипательная история у каждого найденыша, кого волонтеры приносят в ветеринарную клинику. На осмотр к врачу бездомное животное везут первым делом. Мало кого с улицы подбирают здоровым. Часто с переломами животные поступают. Со сломанными лапами привозят. Собирают лапки животным. Самые такие заболевания – это чесотка, ушной клещ, естественно, инфекционные заболевания, вирусные инфекции, глисты. Не в отдельной палате, но в отдельной клетке находятся животные на стационаре. На их лечении питание делают пожертвования и волонтеры, и просто неравнодушные люди. Деньги оставляют даже в клинике. В это же время питомцам подыскивают дом. Через три недели семья потребуется. И этому молодому коту. Мужчина ехал с охоты, с банного, и на дороге подобрал кота. У кота чесотка. Сейчас кот находится на лечении. Сейчас кот немножко хоть глаза открыл. Поступил, он вообще глаза открывать не мог. Поиск надежных добрых рук для животных активнее всего идет через социальные сети. Ежедневно на странице интернет-сообщества появляются новые объявления. Нужен дом. Волонтерам приходится проверять каждого потенциального хозяина. Вот наш черный список, который, к сожалению, пополняется недобросовестными людьми, которые не оправдали доверие, взяв животное в свои руки. Была такая история с собакой, которую люди спасли, стали пристраивать в землю. Молодой человек, который забрал эту собаку, в скором времени исчез с поля зрения. Потом, как выяснилось, что эта собака попала, мы так поняли, корейцам, которые занимаются тем, что убивают собак. Если найти дом животному не удалось, волонтеры подыскивают ему хотя бы передержку. Временный приют на садовом участке у Татьяны сегодня обрели 8 собак и 2 кошки. Все они ждут своих новых хозяев. Это Гриша. Он был найден в том году, весной, на вокзале. Это волчонок. Был найден в поселке Цементник. Это Манечка. Она у нас в Белорецке. Вчера была операция. Ампутировали лапку. За два года Татьяны в новый дом уехали шестеро ее питомцев. Четверо из них попали в хорошие руки. А вот судьба двоих неизвестна. Хозяева на связь с Татьяной не выходит. Хотя если животное в доме не прижилось, его можно вернуть на передержку. Волонтеры готовы на все, лишь бы их подопечные вновь не оказались на улице. Найти хороших действительно хозяев тяжело. У меня бы, наверное, была возможность. Я бы, наверное, было бы места побольше, будок бы понаставила. Зима, им холодно. Люди у нас безответственные. У нас очень много животных домашних оказывается на улице. По старости, по болезни. Татьяна уверена, уже давно пора ввести юридическую ответственность за ненадлежащее содержание домашних животных. На поправках статью 245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными» сегодня настаивают все зоозащитники. Олеся Москаева предлагает снизить возраст для привлечения к ответственности. Говорит, в последнее время в издевательствах над животными все чаще замечены подростки, а они остаются безнаказанными. Если был зафиксирован случай жестокого обращения с животным, то это можно оставить штраф, либо принудительные работы какие-то исправительные. Но все же, если повлекло смерть, и если предшествовало этому издевательство с особой жестокостью, то это обязательно тюремный срок, и причем немаленький. Итак, нужно ли ужесточать наказание за живодерство? Валентина Николаевна у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентина Николаевна, ну вот вы вопрос наш слышали. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то примеры, может быть, вы знаете, жестоко обращались с животными на ваших глазах, или как вы вообще реагируете на это? Во-первых, я не видела ни одного примера на моих глазах, потому что я бы этого не позволила. Так, но вы все равно имеете свою точку зрения на этот запрос. Я на пенсии, но я очень жалею. Это животных не очень жалко. Я бы, конечно, не позволила жестокого обращения в любом случае. Я только вот увидела, вижу это по телевизору. И возмущена. И мы все наши, вот мы работники экопарка, возмущены. Валентина Николаевна, как вы считаете, что можно было бы или нужно сделать с людьми, которые вот позволяют такое себе? Жестокое наказание только тюрьма. Уголовная, то есть тюрьма. Хорошо. Понятно. Спасибо вам большое, Валентина Николаевна. Валентина Александровна у меня на связи. Валентина Александровна, вот у вас как раз-таки тот случай, когда на ваших, практически на ваших глазах, на глазах ваших соседей произошло, что произошло с вашей собакой, давайте вы расскажете. Здравствуйте. Я живу в Сирене 21. У нас бездомные собаки тут бегали. Дню, конечно, приютила женщина. Вот она сейчас у нее живет. Другая вот была. Я ездила пока в клинику. Приезжаю, вижу нет. Спрашиваю девочки. Деньги кончились, Валентина Александровна. Она предупреждала. Закончу историю. Ватина Александровна спросила у девочки, где вот эта собака Ева, которая щениться должна, вот тут была со дня на день. А девочка ей, по-моему, 8 лет, сказала Ватина Александровна, сказала, что вот наш сосед из соседнего подъезда, у него вот есть оружие, и он взял и убил вот эту собаку. И ей на вам мужа тоже, так сказала девочка. Чем Валентина Александровна возмущена? Даже если люди, соседи, ну всякое бывает, у всех разных точек зрения, хотели избавиться, потому что от собаки, от бездомной, во-первых, не нужно было это делать с особой жестокостью, а во-вторых, есть варианты всегда. Во-вторых, не нужно это было делать на глазах у детей. У детей, собственно же, соседи, возможно, и у собственных детей. За это отдельное должно быть наказание. Отдельное наказание. Об этом и говорит Валентина Александровна, что случаются такие вещи очень близко с нами. Друзья, продолжим. 5 ноября. Более 80 городов России вышли на митинг против девушек из Хабаровска. Присоединились к ним и магнитогорские зоозащитники. Возле курантов собирались неравнодушные магнитогорцы. Организаторы акции отмечают, что зверством способствует полное безразличие властей к проблеме защиты животных и равнодушия общества. Среди пришедших на акцию были и взрослые, и школьники, и студенты. Они принесли плакаты с призывами живодерок Хабаровска в тюрьму. Спасем животных. Мы требуем исключить из гражданского кодекса статус вещи для животных, признать их живыми. А вот какое наказание, друзья, предусмотрено законодательством сейчас за жестокое обращение с животными, мы спросили у юриста. На сегодняшний момент предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. В статье 245 Уголовного кодекса предусматривает ответственность максимальную до двух лет лишения свободы. Но проблема на практике применения этой статьи заключается в том, что в самой статье указаны определенные требования, которые необходимо соблюсти при доказывании преступлений. В частности, обязательно необходимо доказать, что жестокое обращение с животными было либо из хулиганских побуждений, либо из корыстных мотивов, во-первых. А во-вторых, последствием этого было либо увечья, при которой причинено животному, либо смерть животного. В Челябинской области на сегодняшний момент действует закон Челябинской области об административных правонарушениях, в котором ответственности за жестокое обращение с животными нет. Проблема эта становится все актуальной, потому как мы видим из средств массовой информации, что количество подобных преступлений увеличивается. Конечно, повышение уровня ответственности будет способствовать, по крайней мере, борьбе с этим явлением. Но, на мой взгляд, это не может стать единственным ключом к решению этого вопроса. Нужно проводить еще большую работу с самими гражданами, с детьми, которые порой в своем поведении допускают жестокое обращение с животными. Между тем, на Западе для подобных садистов предусмотрены реальные сроки. Там издевательства над животными считаются тяжким преступлением. Сергей Вячеславович у нас на связи. Здравствуйте. Сергей Вячеславович. Сергей Вячеславович не захотел идти в прямой эфир, но он сказал, что тут рядом все с этой темой. Бродячие собаки в гаражах, где у него, видимо, автомобиль стоит. Он опасается, что они могут причинить ему какой-то вред, покусать. Есть такая проблема, но в любом случае, да, никто не говорит, что их нужно просто уничтожать бесчеловечным образом. Если на одной стороне безопасность детей и людей, а на другой, то тут надо смотреть и разбираться. У меня на связи Эльвира Анатольевна. Вы смотрите наш эфир и захотели высказать свою точку зрения. Итак, нужно ли ужесточать наказание за жестокое отношение к животным? Ну, во-первых, я Вера Анатольевна. Вера Анатольевна, хорошо. Да, я считаю, что нужно ужесточать. Если дети издеваются над животными, значит, должны за их и проделки отвечать родители. Штрафы большие. А если, значит, это взрослые, значит, нужно заводить уголовное дело и наказывать. Вера Анатольевна, вот соглашусь с вами, потому что действительно 16, 13, 17-летнего ребенка, ну, не посадишь его, да, и в колонию там какую-то за такие вещи тоже вроде бы как клеймо ставить в таком возрасте. Тут другая помощь нужна, другого характера помощь психотерапевта. Вот. А что касается родителей, то да, штраф, я считаю. Ну, Аксер Кеевич, вот пояснил, наш юрист, уважаемый эксперт всегдашний, что проблема с доказательной базой всегда возникает. И поэтому, вот, видимо, и не особым желанием горят люди, которым по долгу службы обязаны это делать. Да, ну, кстати, сказать, да, вот Владимир Путин на этой неделе заявил, что поддерживает такую законодательную инициативу, что она имела бы право на существование. Вот такая формулировка, достаточно размытая, конечно, но это оставляет хоть какую-то надежду на то, что старания стольких людей не останутся без достойного результата. Итак, считаете ли вы, что нужно ужесточать наказание за живодерство? Это наш вопрос, 24-55. Да, ну, мы идем дальше, пока вы думаете над ответом на этот вопрос. На самом деле, факты насилия над животными, которые известны широкой общественности, лишь верхушка айсберга. Наш город, к великому сожалению, тоже не раз звучал в подобных сводках. Взять хотя бы пару молодых людей, которые решили постирать кота в стиральной машине. Кадры тоже не для слабонервных. Это было летом прошлого года. Хозяева утверждают, что таким образом они наказали кота за проделки. Да, ну, кот выжил, слава богу. А вот недавнее событие 4 ноября. Подростки из Уфы сняли шкуру с живого щенка. Да, окровавленную собаку нашел мужчина. Камеры наблюдения зафиксировали, как над животным издеваются мальчишки 12-13 лет. Мужчина принес щенка в ветклинику, там ему сделали операцию. Теперь щенок живет у своего спасителя. Если так можно сказать, повезло собаке. Ну, думаю, достаточно для одной программы стольких кадров жестокости. Поэтому давайте с этим закончим. Сейчас посмотрим рекламу, а после покажем вам других людей, которые заботятся о своих мохнатых подопечных даже после их смерти. Багниногорское время. Идем дальше вместе с вами, друзья. И Наталья Владимировна до нас дозвонилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Владимировна, ну, нужно ли ужесточать наказание за живодерство? Ваше мнение. Я хотела бы, знаете, вот посмотрела и про Хабаровский, про наших всех этих кошек. Мне, понятно, жалко. Люди сами берут, потом начинают выкидывать. Это очень плохо. Ну, просто девочки взрослые, они же будущие мамы. Если они потом родят ребятишек, они что, на помойку так же выкинут? Или так же задушат и повешают их? Мне вот это вот до глубины души возмущает. Она же будущая мама, девочка. А наши в Челябинской области уничтожили в ЖКХ всех кошек, котов. А потом пошли крысы. И я знаю, что в Златоусе укусила мальчика крыса. Это очень плохо. Это очень плохо. Надо помогать. Надо помогать и знать, куда действительно. Или кого-то усыпить, если уже действительно плохое животное. Ну, цивилизованные методы, понятно. Наталья Владимировна, спасибо вам за ваше эмоциональное такое выступление. Нет, действительно, взаимосвязь четкая между поведением до совершеннолетия и после. То есть, что будет делать человек. Но далее вот как раз. Ну, как раз, да, мы об этом хотели сказать. Хорошо, что вы позвонили после просмотра или прочтения таких фактов, изуверств. Первое, что приходит на ум, действительно, насколько адекватны эти люди. Откуда такая тяга к жестокости? И что будет с этими девочками, когда они уже вырастут? С этими вопросами мы обратились к специалистам. Давайте послушаем, что сказали нам. Ну, действительно, это очень страшно. Ну, вот просто недопустимо, я думаю. Все-таки мы так воспитаны. То есть, мы так воспитали своих детей. Вот вчера на приеме приходила молодая мамаша, которая рассказывает о том, что она сама страдает от того, что она бьет своего малолетнего ребенка. Ребенку всего полтора года, и она не может сдержать эту эмоцию и бьет ребенка. Дети, совершая жестокость относительно этих животных, они научились это делать. Это влияние родителей, прежде всего. Это влияние школы, это влияние общества. То, что сегодня ужесточается законодательство относительно вот этих поступков, очевидно, так оно и должно быть. Агрессивный человек, жестокий человек, он выбирает себе жертву. Жертва всегда оказывается слабее. И мотивом является именно получение удовольствия. То есть, к сожалению, это так. Необходимо оказывать этим подросткам психиатрическую помощь, психологическую помощь. Начиная с Зигмунда Фрейда, доказано, что из такого ребенка, подростка, формируется человек-маньяк, да, способный совершать серийные убийства людей. Вот это, друзья, информация для тех, кто считает, что не стоит делать шумихи из-за убийства или покалечения каких-то там зверюшек, да. Не обязательно это обернется уголовщиной для этих девочек, да. Но вот черту эти девочки уже переступили. Если все так, как подается на информационных сайтах, то они убивали уже. И сегодня новостные ленты сообщают, что уголовное дело о жестоком обращении с животными, возбужденное в отношении этих девушек, было передано в отделение Следственного комитета Российской Федерации. Сейчас следователи должны будут провести полномасштабную проверку данного дела и впоследствии установить свинуха боровчанок. Да, ну и в продолжении темы у нас еще один звонок. Ирина Михайловна дозвонилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Михайловна, у вас конкретная проблема, связанная с животными. Рассказывайте. Я проживаю в Грязнова, 42, дробь 2. У нас находятся рядом складские помещения. И рядом находится спортивная школа ФОК. Вот эти собаки постоянно кидаются на детей. И какие меры принять, я вот как пожилой человек, я даже не знаю. Но я постоянно наблюдаю за этим. Летом они лежат на детской площадке, всего 6 штук. И дети тут бегают, и их травят. Но это до поры до времени может обойтись о плачевной истории. Ну понятно. Ирина Михайловна, скажите, пожалуйста, еще вот. То есть вы совсем не знаете, что можно предпринять. И как бы вот пока миритесь с этим, и все. Ну и возмущаетесь между собой. Да, да. И все люди так же терпят это все безобразие в округе. Но это же нужно как-то, я не знаю... Как-то решать, конечно, это нужно. Спасибо вам большое, Ирина Михайловна, за звонок. А слов и последующего? Да, все равно есть цивилизованные методы. И именно они должны применяться, конечно, потому что люди не должны страдать вовсе. И родители не должны опасаться за своих детей, играющих на детской площадке. Да, друзья, мы прямо сейчас покажем, как обещали другую сторону медали. Людей, которые по-особому относятся к своим питомцам и тратят на это не только огромное количество сил и времени, но и деньги. У этой собаки грустные глаза. Пес по кличке Изюмчик не на шутку заболел. Врачи диагностировали гастроэнтерит. Собаке предстоит длительное лечение. Три дня, если отказ от еды, обязательно назначаем капельницы. Потому что чем мельче животное, тем быстрее происходит обезвоживание. От простых процедур, стерилизация, кастрация и вакцинация ветеринарная медицина давно ушла вперед. Сегодня домашние питомцы получают все те же медицинские услуги, что и их хозяева в клиниках для людей. Для начала у каждого четвероногого пациента своя амбулаторная карта. Биохимический анализ крови берем, клинический анализ крови берем. То есть у нас диагностика практически полная. Мы стараемся брать узкие специализации. Например, я сейчас занимаюсь офтальмологией. У нас есть врач-кардиолог, УЗИ сердца делает, представляете? Есть у нас врач-хирург, цитология, врач-онколог у нас есть, получается, да, дерматология. После капельницы изюмчик пойдет домой. А эти кошки находятся здесь на стационарном лечении. Хозяевам сложно возить питомца на процедуры каждый день. Пациентке с больным ухом вскоре предстоит операция. Антибиотикотерапия не помогала. У нас есть врач-цитолог, который взял цитологию, тем самым определил, что это новообразование. Здесь, конечно, нужно будет удалять весь слуховой проход. Рост количества медицинских услуг для животных, говорят ветеринары, и признак развития медицины, и следствие изменения отношения к животным. Хозяева стали более внимательны к питомцам. Этой кошке после стерилизации не просто зашили рану, а сделали косметический шов. Ее соседке по клетке сейчас предстоит УЗИ брюшную полости, чтобы исключить мочекаменную болезнь. У нас УЗИ-аппарат для диагностики внутренних заболеваний у животных. Здесь же рядом эко-кардиограф, ЭКГ-аппарат. Тщательная забота и своевременное лечение способны продлить жизнь домашнему влюбимцу на многие годы. Но никто не вечен. Когда непоправимое все-таки происходит, Максим готов прийти на помощь. Как еще складывается менталитет, у нас пошли, закопали где попало. Это, как правило, происходит в летний период. Как правило, это происходит просто ямка, закопали, а потом это птицы, это разнос болезней и всего остального. Ритуальные услуги для животных Максим решил организовать год назад. Тогда в его семье умер кот. Хоронить животных закон запрещает. Умершие питомцы приравнены к биологическим отходам. Поэтому ритуальная служба Максима оснащена крематором. И в остальном все так же, как у людей. Холодильная камера, катафалк, круглосуточный режим работы. Люди не понимают, как отнестись к этой ситуации. Они хотят проводить достойно. Цель наша – это донести до людей именно культуру к этому, отношение к этому. Каждому хозяину после кремации питомца выдается вот такой документ. Свидетельство того, что после смерти с животным поступили достойно. Есть у нас достойные животные, например, собаки, которые служат в таможне. Просто контроль, например. Спрос на ритуальные услуги пока невелик. Но в планах Максима организовать в городе мемориал для животных. Своеобразное кладбище. Чтобы у домашних питомцев действительно было все, как у людей. Вот не стали бы заниматься этой темой, никогда бы не узнали, что в городе есть крематорий для животных. Ой, да. Да, ну вот к обсуждению вопроса о жестоком отношении с животными присоединились и известные люди нашей страны. Так, на радио Вести ФМ в программе «Полный контакт» от 20 октября Владимир Соловьев, журналист, общественный деятель, писатель, высказал свое мнение по поводу наказания хабаровчанок-живодерок. Его мнение достаточно жесткое, но, как нам кажется, справедливое. У нас ничего не будет менять. Мы пожурчим, повозмущаемся, поорем и все. Наказание должно быть жестокое. Я не понимаю, почему в очередной раз наши правоохранители подсохнут языками и нихрена не сделают. Я считаю, что надо ввести в Россию вновь, кроме всего прочего, телесные наказания. Я считаю, что вот этих мразей надо вот в дегте, в перьях, позорному столбу и пороть плетьми. Пороть плетьми, да, и не только это, в общем, все образы привел нам, уважаемый Владимир Соловьев. Ну, на самом деле, заигрывать с проявлениями жестокости и изуверства нельзя, а здесь мы согласны с господином Соловьевым. Молодое поколение, считающее, что все средства хороши для достижения славы и потажа какого-то, должны знать, что наказание будет и суровое. Да, поэтому, друзья, находите в интернете петицию, подписывайте ее, и, возможно, дело сдвинется с мертвой точки. Даже, возможно, через лет 20 вот такое жестокое отношение к животным будет позорным, неприемлемым и, что самое главное, жестко преследуемым преступлением. Всем большое спасибо за беседу. Увидимся в пятницу. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok